Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В свете того, что случилось с Рамилем Шамсуддином, точнее, то, что он сделал, в свете того, что вся страна встала на его защиту практически, я хотел бы сказать, что он вскрыл не только нарывы, которые существуют в армии непосредственно и воинских частях, где есть дедовщина, насилие, в частности, то, о чем говорилось и заявлялось, да? Я напомню, что первым человеком, который сказал о том, что много беседовали с людьми, которые там служили в том районе, значит, что это были издевательства, была глава Комитета солдатских матерей. И вот тут тоже очень интересная история, я вам рекомендую дослушать до конца, я из разных источников здесь наскринил, но я думаю, вам будет очень интересно. Это все сегодняшнего дня, значит, Комитет солдатских матерей объявил об отставке своего руководителя, призывавшую закрыть интернет после массового убийства в Забайкане. Я когда прочитал, я сначала не понял, при чем здесь Комитет солдатских матерей, закрытие интернета, как это все связано, я совершенно не мог понять, в чем дело. А потом все встало на свои места. Да, послушайте, значит, глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская, она работала в Комитете с 89-го года, и она не считает, что ее кто-то снимал с должности. Комитет солдатских матерей России заявил об отставке своего председателя Флеры Салиховской, которая работала в организации с 89-го года. Публикация Комитета от 6 ноября ее назвали нашим экс-председателем. За несколько дней до этого Салиховская заявила, послушайте, что Рамиль Шинсудинов расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкале из-за компьютерных игр и интернета, которые надо закрыть. Значит, обвинять офицеров в том, что они довели до этого, обвинять офицеров в том, что они довели до этого рядового бойца до расстрела своих сослуживцев, это категорически неправильно, добавила она, но в самом Комитете с ней не согласны. То есть я вам просто объясню. Фишка в том, что она первая сказала о том, что над Рамильем и Шинсудином издевались. Она заявила. Эта новость прошла по всем СМИ. Дальше происходит невероятное. На фоне вот этой фотографии, может быть, вам будет более понятно, я сейчас чуть-чуть затемню, вот, посмотрите, пожалуйста. Я думаю, вы узнаете этих, ну, хотя бы одного из этих людей, да? Вот, на фоне этой фотографии, таких теплых отношений с этим человеком, я вам хочу сказать, что она вдруг заявляет, что издевательство, да? И буквально через некоторое время, буквально через сутки, она вдруг заявляет о том, что обвинять офицеров в том, что они довели до этого рядового бойца, до расстрела своих сослуживцев, это категорически неправильно. Сутки назад она говорила, что издевались, сейчас она говорит, что категорически неправильно. Более того, она говорит самую распространенную вещь, которую сейчас, о которой мечтают все, так сказать, мне кажется, власти муч у нас в стране, и не только, чтобы, наконец, закрыть интернет, чтобы люди не могли уже нигде правду сказать. И глава комитета солдатских матерей, да, то есть организация, которая на самом деле сделала огромный вклад в развитие института солдатских матерей, я имею в виду в плане прозрачности армии, в плане помощи тем, кто не должен служить, помощи тем, кто там медкомиссию на самом деле не должен был пройти, но вдруг прошел неожиданно, стал здоровым, их комиссовали, какие-то случаи в армии дедовщины. То есть это действительно, на самом деле, комитет солдатских матерей огромную работу провел. Мы говорим о конкретном случае. И она вдруг заявляет, что Ромичин Судинов расстрелял в 8-м служивцев за Байкаль из-за компьютерных игр и интернета, который надо закрыть. Понимаете, в чем дело? То есть, грубо говоря, это вот версия компьютерной игры и интернета, который надо закрыть. Это чья версия? Я имею в виду, чьи слова? Вот надо закрыть интернет, там, Рунет надо ввести, надо ограничить, а нас вот, так сказать, ограничит там из-за... Нас никто из Запада не собирается отключать, ограничивать. Никто вообще об этом не говорит. И у нас почему-то внутри страны начали говорить, что нас собирается отключить от интернета. Никто не собирается отключить от интернета. Понимаете, у нас собирается сама страна отключить от интернета, чтобы сделать Рунет, чтобы можно было следить за гражданами. Мне кажется, всем абсолютно понятно. И вдруг глава комитета солдатских матерей, которая, ну, справедливую позицию заняла, что действительно издевались ей, она, так сказать, поработала там с людьми, узнала об этом, заявляет, что надо интернет закрыть, а к офицерам вообще у нее никаких предъявств нет. Ну, вот, дальше. Наше мнение как членов, в том числе региональных отделений, кардинально не совпадает с мнением нашего экс-председателя Селиховской, высказанной в последнем СМИ. Мы считаем, что никакие компьютерные игры, тем более незащищенное интернет-пространство, значит, не могли повлиять на совершение преступлений в Забайкале. Это говорит юрист, ну, юрист написал, написано, что, значит, это комитет солдатских матерей. Они удивились, что как это так, что глава комитета такие вещи говорит. А глава комитета такие вещи говорит, почему? Потому что я вам уже фотографию показал. Поработали, что надо сказать, не надо раскачивать, не надо говорить такие вещи. Понимаете, в чем я делаю? Вот сообщается, что Селиховскую сняли с поста еще 2 ноября до публикации ее высказываний в СМИ. Юрист организации Александра Латынина заявила, что полномочия Селиховской продолжает действовать, поскольку в Минюст не отправили документы о ее снятии. Сама Селиховская рассказала журналистам, что продолжает работать председателем и не считает, что ее кто-то снял. То есть она отказалась покидать пост, несмотря на то, что она, получается, председатель комитета солдатских матерей, в котором все с ней не согласны. Она продолжает быть председателем этого комитета. Значит, она также заявила, что слова про интернет, что надо закрыть и компьютерные игры, не ее якобы уже, то есть она заднюю включила, а психиатра. Она якобы просто их поддержала, эти слова. Понимаете, да? То есть идет уже такая, она уже поняла, что жареная пахнет, она начала сдавать и как-то все-таки надо это. Но и там тоже, чтобы в грязь не сесть. И вот она говорит, компьютерные игры тоже влияют, учат стрелять. Это действует на психику, особенно когда человек тихоня неустойчив. Раньше она говорила совершенно другую характеристику, давала Шамсудинова. То есть, понимаете, вот вопрос в том, что Шамсудинов Рамиль, он своим поступком вскрыл нарыву не только, не только в армии, но и в комитете солдатских матерей, то есть все, что связано с армией, все, все прогнило. Дальше идет новость, что руководители комитета солдатских матерей обменялись обвинениями. Внимание, комитет солдатских матерей, но какая уж там коррупция. Но они обменялись обвинениями в коррупции и вранье. Вы можете себе представить? Комитет солдатских матерей в коррупции Так как такое вообще может быть? И я вот заскринил Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской О массовом убийстве воинской части в Забайкалье Она, среди прочего, заявила, что интернет надо закрывать Напомним, лидеры общественных организаций, офицеры России Комитет солдатских матерей России Заявили, что дедовщины в российской армии нет Нет, они, кстати, еще выступили, офицеры России, чтобы закрыть петицию Которую, значит, люди, больше 12 тысяч человек подписало в защиту Шамсудинова А в массовом расстреле, совершенном лидовым Шамсудином Виновата система воспитания и компьютерные игры Компьютерные игры вовсе виноваты, понимаете, в чем я? Офицеры не виноваты, компьютерные игры Офицеры России, вам надо было заявить, что офицеры России в этом виноваты офицеры России Вот и все, вот это было правильно И дальше идет небольшая статья Руководители Комитета солдатских матерей обменялись обвинениями в коррупции и вранье Эту статью я открывал несколько раз Он почему-то писал, что если вы ее откроете, то якобы какие-то там ваши данные будут украдены, еще что-то В общем, не знаю, я, наверное, с четвертого раза эту статью открыл Видимо, ее пытались вычистить, я так предполагаю Значит, и вот дальше я вам зачитаю сейчас Председатель Комитета солдатских матерей России, Флера Салиховская, которую на собрании организации отстранили от должности Считает это решение нелегитимным, будет судиться своим замом Андреем Курочкиным То есть пошла возня даже в Комитете солдатских матерей Понимаете, в чем дело? По словам женщины, он устроил заговор, присваивал себе деньги Комитета И виноват в долгах организации Можете себе представить? То есть в Комитете солдатских матерей, в организации, которая реально занимается тем, что защищает призывников Защищает тех, кто служит Ну такая добрая организация, ты думаешь, ну что там, может действительно Там заговор устраивает, присваивает деньги Комитета И у организации еще есть и долги к тому же Можете себе представить? Это просто фантастика какая-то Курочкин назвал все эти обвинения клеветой И заявил о готовности встретиться в суде с Салиховской То есть система, самая верхушка Комитета солдатских матерей Друг друга обвиняют в коррупции, в долгах, во всем То есть там тоже деньги, тоже главные деньги Понимаете, у этих вот собранный заказ, бюджетные деньги Тут деньги 2 ноября прошло собрание комитета Члены которого проголосовали за отстранение Значит, председателя Однако полномочия Салиховской действует Поскольку документы об изменениях организации Еще не зарегистрированы в Минюсте Она говорит, это заговор Момент, когда происходил шабаш Собрание комитета, а называть шабаш Я находилась в Евпатории И об отстранении мне сообщили по телефону То есть она отдыхает, ездит Буду судиться с Курочкиным Рассказывает Делли Шторм, Салиховская Он, Курочкин, клал деньги себе в карман Ни одной копейки на счету комитета от него нет Он мог сесть в тюрьму в Ярославле Когда им, Курочкиным, заинтересовался УБЭП Но я съездила и защитила его Очень жалею об этом Вы можете себе представить, что это говорит? Председатель комитета солдатских матерей То есть она его отмазала от УБЭПа Непонятно как вообще Ну, наверное, связи с Министерством обороны Я думаю так, да? Зам Курочкин какой-то Кладет деньги себе в карман Значит, он вообще мог сесть в тюрьму За все за это дело, да? И они будут друг с другом судиться А вообще, у меня вопрос Вы там занимаетесь вообще чем-нибудь связанным Уже на данный момент времени Не вообще, а сейчас Связанным там с призывниками С теми, кто служит вообще Или вы только делите деньги И друг друга поливаете грязь Мне казалось, знаете, как красный крест Чуть ли не нимб над головами у людей Действительно, понимаете? А здесь все то же самое Все то же самое И вскрыл это все Проминшем судина Понимаете, в чем дело? Солиховская призналась Что у комитета сейчас имеются Большие задолженности Перед арендаторами Которые случились из-за Курочкина Он когда-то взял обязательство Оплачивать аренду помещений Но делать этого не стал Теперь задолженность Размером около миллиона рублей Сваливает на меня Пусть выложит все деньги Заработанные в комитете На проблемах призывников То есть она открыто говорит Что ее зам зарабатывал деньги На проблемах призывников То есть брал деньги, грубо говоря И решал их проблемы Вы понимаете, о чем я говорю А аренду вообще не платил То есть и там люди У нас вообще где-нибудь Есть какая-то организация Чтобы можно было сказать Что это организация Там люди работают ради людей Понимаете Не ради того, чтобы бабла Срубить А люди ради людей делают дела Я вообще просто в шоке реально нахожусь Также женщина обвинила Курочкина В том, что он Откашивает призывников от армии За что получает деньги от их родителей Можете себе представить Глава комитета солдатских матерей России Россия заявляет о том Что ее зам Значит С помощью, конечно, связи в Минобороны И денег от родителей Делает так, чтобы дети смогли Откосить от армии Это вообще в голове у вас укладывается То есть она напрямую говорит Что мой зам Значит, в Минобороны Относит деньги И, значит, отмазывает от армии Ну не в Минобороны Я имею в подразделения Минобороны В военкоматы, куда еще Этот человек, она говорит Рвач, рвач Всех откашивает от службы Сейчас, всех откашивает от службы Господи, сейчас, одну секундочку Значит Вот, этот человек рвач Всех откашивает от службы И деньги от них Идут ему на карточку Вообще Я взяла выписку в банке Счета комитета Ни копейки денег от Курочкина Там нет Если взял 150-200 тысяч рублей Переведи хоть 10 нам Правозащитной организации Я вообще не понимаю, о чем речь идет Как-то так Как понять Если взял 150-200 тысяч рублей Переведи хоть 10 нам К комитету От кого взял Я не понимаю За что взял То есть Замглавы комитет солдатских матерей Значит Как говорит глава комитета Взял где-то 150-200 тысяч И переведи хоть десятку нам То есть Вообще От него, типа, денег нет То есть Он ведет самостоятельно Какую-то деятельность От комитет солдатских матерей Получает деньги На карман Это вообще Я не понимаю Там что происходит Это что такое В принципе Это тот же самый Понимаете Это система Я к чему говорю Это тот же самый Вот кто-то смотрел До 14 минуты Тот же самый Вот понимаете Раздрай Что и в той части Где он служил Ромей Что и в Миноборону Что везде В каждой сфере Нашей сейчас жизни Везде Одно Понимаете Вот В ответ В ответ На прозвучавшее Обвинение Всего адрес Заместитель Главы комитета Солдатских матерей Курочкин Заявил Что чисто Перед законом По его мнению Во всех проблемах Организации Виновата Ну кто Солюховская Конечно Проявившая Себя Как неэффективный Руководитель И отстраненная От должности Решением Тотального Большинства Региональных Отделений Комитета Он говорит Это наглая Лошадь левета Я неоднократно Предлагал Солюховские Варианты Как выйти С тяжелого Финансового Положения Приводя Пример ДОСА Всего Миллиардными Доходами Но Председатель Ответила Что мы будем Жить На какие-то Пожертвования Она требовала Чтобы накопившиеся Долги за аренду Покрылись Сами члены Комитета Буду рад Если она подаст На меня в суд Или в правоохранительные органы Я готов предоставить Отчет Своей Значит Своей Значит Своей Одну секундочку Сейчас Своей Деятельности Курочкин Также возмутился Обвинением В рвачестве От своего начальника Мужчина Согласился Что брал Деньги С родителей Призывников За помощь Но их По карманам Не раскладывал А наоборот Отдавал Личные сбережения На деятельность правозащитной организации Я представлял Интересы Призывников В судах Защищал их права И добивался различными способами Чтобы больные ребята Не подали в армию Бла-бла-бла Дальше-дальше-дальше Себе не взял Ни копейки Никто себе не взял Салиховская И в Паторе Никто бы ни копейки Себе не брал От родителей Ну вы понимаете Да Значит Ранее члены Комитета Солдатских матерей Раскритиковали В соцсетях Своего председателя За то что Она сказала Компьютерные игры И интернет Который нужно Закрыть Значит Это конечно Чудовищные абсолютно вещи И последнее Что хочу сказать Что В заявлении Организации Сальховская Была отмечена Как экс-председатель И оно звучит так Наше мнение Как членов ООО КСМ России Комитета Солдатских матерей Кардинально не совпадает С мнением Нашего экс-председателя Высканного Последнего СМИ Мы считаем Что никакие Компьютерные игры Тем более Незащищенные Интернет-пространства Не могли повлиять На совершение Преступлений За Байкаль То есть люди говорят Что хорош гнать Пургу какой-то То есть я вам Русским языком Объясняю Сальховская Глава комитета Солдатских матерей Заявила сначала Что издевались Потом через сутки Вы видели фотографию Да Значит С человека В самом начале Вдруг Наверное Ну понимаете Там же не только Курочкина Минобороны Знают всех Но Сальховская Видимо Сказали Что да как Она сказала Что издевались Не было Виноваты Компьютерные игры И до кучи Еще видимо Сказали Скажи про интернет Потому что Они же мечтают Интернет закрыть Сейчас Рунет Сделают Чтобы закрыть Ютьюб Там все Соцсети А она говорит Интернет виноват В этом То есть Подвести Что Восемь человек Застрелял Из-за интернета Сейчас Понимаете Мне кажется Будут диверсии Все больше делать В сторону интернета Сейчас еще что-нибудь Случится Скажут Ой Это виноват Интернет Открытый И в итоге Будут все делать Так Вот Клепать Потихоньку По Капельке Чтобы интернет В итоге Закрыть Сказать Что интернет Виноват Интернет Это все Делает Почему Потому что В интернете Открытое мнение Хотя Почему Можно услышать И началась Возня Рядовые члены Не поняли Что она говорит Потому что Сначала Одно Теперь другое Она начала Обвинять С его замом В махинациях Начали деньги Делить Это называется Потихоньку Работали Все было нормально Никто никому Претензий Не предъявлял Сейчас Видать Начали проверять Начали деньги Делить То есть Пригрозили Что знают Наверняка Что творится В комитете Я имею ввиду Вышестоящие органы Пригрозили Видать Что если Не скажут То что нужно Ему это Она Видать Не сказала До конца То что нужно Было Или как И начали чистить Чистить начали Конечно Все говно всплыло Поэтому Спасибо Редущим судинам Ты нам всплыл И открыл глаза Не только На закрытую систему Армии Но и На комитет Солдатских матерей Вот такое творится В комитете Солдатских матерей В том комитете Где Должны проводить Открытую работу По защите прав Призывников И тех Кто уже Служит в армии Пишите комментарии Ребята Всем пока До встречи